Подружки, доброе утро. У нас тут вот такая вот ситуация. В общем, начинаем наш день. Котенок проснулся по-царски, возлег на матери на ложе и смотрит мультик, пока я решила вам быстренько показать небольшой рум-тур и, в принципе, тур по нашему домику. Этот выпуск, этот часть ролика посвящается тем подружкам, которые уже некоторый второй год меня просят все показать. Фрагментами и урывками все это, понятное дело, я показываю, но в целом, ну, как бы, наверное, действительно, ну, так вот, общем, чтобы не показывала. И для тех подруг, которые только-только к нам подключились, которые недавно следовали за моим каналом, вам будет интересно. Значит, мы приехали в наш дом в Ригу. Здесь у нас частный дом с участком и в этом доме у нас две квартиры, две отдельные квартиры. Вот здесь сейчас мы находимся в моей квартире, то есть это там, где мы обитаем с Рэмом. И вторая квартира с отдельным входом – это квартира моей мамы. Там моя мама живет, сейчас она на работе, поэтому тут хозяйничаем мы с моим котенком. Ну, вот, в общем, сюда. Когда заходишь в нашу маленькую хатку, у нас тут кухня. Сразу скажу, что моя квартира, она на самом деле для одного человека, то есть здесь порядка 55 квадратных метров. И вот с появлением детей я, конечно, тут с ума схожу, места мало, и в целом пришлось сильно адаптировать. Сейчас покажу, расскажу, как пришлось адаптировать. Значит, при входе коридора и гардероб покажу позже. Значит, вот у нас наша кухня. Тут я сделала вот такую вот стену из кирпича. Вообще, этот дом, он старый, и я вот эту часть, эту квартиру переделала абсолютно всю. То есть у меня была тут вот просто земля. Петра Первого монеты мы тут еще находили, потому что дом строился в 1800 каком-то там году. Ну, в общем, тут все переделали. Значит, здесь у меня кухня, и на кухне самые важные штуки, которые у меня тут есть, естественно, это посудомойка, кофеварка, окошко. И тут мы можем видеть наш сад. Дальше здесь кухня. В зеркале не показывать просто потому, что я в трусах. Здесь моя кухня с маленьким холодильником. В общем, все для одного человека. Естественно, удобно и нормально. Но когда появляется еще народ, то тут становится, конечно, тесно. Так, дальше поехали. Здесь у меня камин. Тут я оставила вот такую вот клевую прям трубу. От нее я просто в полном восторге. В связи с тем, что рем растет, вот эти камни, которые выполняют и декоративный элемент, и плюс ко всему задачу дополнительного тепла, то есть они нагреваются и держат тепло, пришлось поднять. Но мне кажется, нужно будет выносить, потому что рем это все дело достает. И лапает, хапает. Это просто невозможно. Потом здесь моя гостиная, в которой стоял вот этот вот диван. Но с появлением ребенка в прошлом году, когда, вернее, два года назад, когда я его рожала, я свою кровать, которая раньше стояла в моей спальне, вот здесь вот красиво по центру, я ее перетащила сюда, а диван перетащила туда. Просто чтобы у нас были отдельные зоны, и комната Рэма была изолирована, чтобы он мог спокойно спать. Поэтому сейчас здесь у нас стоит моя кровать. Напротив кровати комод. Когда Рэм был совсем новорожденным малышом, я его здесь пеленала. И, в общем, тут наши вещи. Чего нужно с бананом помочь? Давай помогу с бананом. Дай-ка. Где твой банан? На. Ну вот. За ложе мое... На, держи. Не убрано, извиняюсь сразу, но просто вот с этим ребенком. Держи. Нет, не хочешь больше? Держи. Котенок, на. Это тебе. Ну, блин. Короче, с ним вот невозможно, да, тут прибраться и как бы застелить кровать, и чтобы все было прекрасно убрано. Короче, когда появится второй малыш, значит, сюда у нас встанет маленькая кроватка приставная, то есть ее я пристегну к большой кровати. Перед нашей поездкой я поменяла матрас. У нас здесь такой хороший, осконовский, твердый матрас на случай, если малыш будет какое-то время проводить на моей кровати. Вот. Тут, любовь моя, вторая. После кофеварки это робот-пылесос. Я его тоже протащила из Санкт-Петербурга. Китфорд, спасибо вам огромное за эту красоту. Без него вот просто невозможно. Мы тут находимся всего несколько дней, но я его запускаю ежедневно и понимаю, что это вот прям спасение в декрете беременной мамы. Он просто убирается мне целыми днями. Это очень круто. На следующей неделе, кстати, будет для вас розыгрыш техники Китфорд. Так что ожидайте. Через недельку подключайтесь и не пропускайте. Так, потом у нас что? Здесь мои любимые часы. Ну и, в общем, когда появится малыш, тут будет вот его какая-то зона. Тут что-то появится. Тут у меня был сухой бассейн с шариками, я его убрала просто потому, что в этом году Рэм решил их разбрасывать. В прошлом как-то мы справлялись очень даже прикольно. Здесь окно. Ну и сюда мы входим в мою бывшую спальню. Теперь комнату Рэма. Здесь, так как, повторюсь, жила одна, у меня никогда не было двери. Я сделала, наоборот, огромный проем. И просто у меня здесь вот такая вот декоративная занавеска. На случай, если кто-то там приезжает в гости, остается, чтобы как бы отделиться. Но сейчас я буду вызывать мастера, чтобы он поставил мне, соорудил какую-то дверь. То есть, чтобы сон Рэма с появлением новорожденного малыша здесь у нас не нарушился. И здесь у меня будет дверь. Мы будем закрывать. Ну и здесь комната Рэма, получается, диван, окно. Ну, диван хорошо. Мы его оставили на случай, если, например, папа может здесь спать, если мы там с малышом будем шуметь и так далее. Самопальная кроватка Рэма. Я вот все, меня просто вот прям бросает с одной стороны в другую. Я все думаю, менять ее или нет смысла менять уже. Потому что вроде бы как бы большую кровать пока еще покупать, наверное, ну, рано и как-то непонятно. А вот эта малышковая нам досталась от друзей по наследству. Она вообще не вписывается сюда никак, ни по какому там дизайну и так далее. И плюс ко всему, ну, вот бортики там свои любимые лумницы я из Питера не тащила. И у нас тут все самопально. Мама пришила к подушкам вот такие вот ленточки, чтобы ребенок мог спокойно выбираться и чтобы не стукался головой. С другой стороны, тут еще какие-то другие медведи. Матрас не по размеру. Ну, в общем, короче, тут все вот прям не так с этой кроватью. Ну и стой-стой, сейчас пойдем на улицу, сейчас. Вот, тут у нас полка. Раньше она была забита моими вещами, книгами и прочим. Сейчас она, естественно, в большом бардаке. Забита детскими игрушками наполовину. Мои книги я подняла наверх, частью везла в Ригу, частью брала. Потому что у меня библиотека очень большая. То есть очень много книг. И, следовательно, вот как бы их от ребенка я спасаю. Но здесь еще нужно разобраться, рассортировать вот это все. Потому что тут вообще непонятно. И тут у нас зеркальный комод. Вот, в общем, у меня зеркал тут много в этой квартире. Ну, в силу того, что она маленькая, конечно, зеркала, они помогают расширить пространство. И в целом дают, ну, как бы такое хорошее ощущение. Ты можешь всегда на себя посмотреться и порадоваться, какая ты жирная. Особенно беременность. Так, что тут делается? Значит, здесь у нас наш санузел. Да, котенок? На двери здесь моя Гро Блэкаут Штора. Просто потому что дверь здесь с окнами. И так как в ванной комнате имеется окно, то я решила закрыть, чтобы у Рэма не было дополнительного света, когда он спит. А вот на этих окнах у меня здесь жалюзи. В Икеа я, наконец-то, купила жалюзи. Они вот так вот очень удобно при помощи палки открываются, закрываются. Так, ванна. Что у нас с ванной? Пойдем, котенок, покажем. Значит, в ванне у нас тут тоже зеркало-зеркало. Целая стена зеркальная. Биде унитаз. В беременность, кстати, биде – это просто супер. Да и вообще, биде – это вот прям отдельная история любви. Но когда ты в беременность не можешь там видеть как бы ответственные места, ноги привести в порядок, имеется в виду бритье и так далее, вот биде, оно как бы спасает очень сильно. Особенно, если за ним зеркало. Так что, баба, вам лайфхак беременным. Тут у нас полка, с которой тоже были удалены все красивые декоративные вещи. Голая жопа моя с какого-то там прошлого века, когда я еще была молодая и вроде ничего. Здесь мой муж. Рэм сильно целовал его фотку, сломал рамочку. Да-да-да-да-да. Ну и, в общем, здесь какие-то штуки. Дальше у нас здесь… Ну, котенок, держись. Дальше здесь у нас наша ванна. Давай, мама поможет. Вставай, вставай. Хватит за мою жопу хвататься. Да-да-да, все, сейчас идем, 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 идем. Идем ты, нетерпеливый мой ребенок. Короче, котенок, давай показывать ванну. Где твоя зубная щетка? Тут уже понакидал свои ракеты. На, ракету. Нет? Зубную щетку хочешь? На, зубную щетку. Ну вот, давай, чисти зубы. Давай, включим тебе. Зубную пасту тебе надо? Бублик. Так, где твоя зубная паста? Здесь у нас Элмикс оказался. Давай, поворачивай мне. Вот так вот поверни, пожалуйста. Вот так вот, держи. Отличная зубная щетка. Ну, не язык совсем. А надо было зубы. Короче, ладно. В общем, здесь у нас что? Ванна, большая столешница, стирка, сушка. Потом шкафчики. Тоже нужно разобрать наши косметички и все остальное. И здесь у нас вот такая вот большая ванна, в которой мы с вами тут кайфуем. И окно также выходит в наш сад. Вот прям туда. Сад вы уже видели, но сейчас еще раз покажу, потому что нам с этим маленьким... Давай, 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 все, хватит. Нам с этим маленьким уже нужно выходить и вызволять Стеллу нашу, нашего щенка. Ну, вы поняли. Из вольера. И вот Стелла там тусуется в своей хате. У нас процесс воспитания начался. И мы ее приучаем оставаться уже на улице. И поэтому вот пока мама уходит на работу, и между тем, как мы выходим с Рэму на улицу, она помещается в вольер. Ну, ночью пока она дома. То есть пару часов она в вольере, а потом уже, ну, как бы через пару неделек и ночью она будет проводить на улице. Короче, большая собака должна жить на улице, но в то же самое время, чтобы ей было комфортно. Вот она там. Короче, сейчас покажу. А в доме у нас по поводу света. У меня здесь везде встроено освещение, и диммиру стоят. И это прям еще одна история, которую я обожаю в домах, когда ты можешь диммировать свет. Это прям необходимость. И вечером, и когда ребенок ложится спать, и когда хочется отдохнуть. В общем, такая вот история. Ладно, сейчас выключаем. Что у нас тут еще? А, здесь из самых таких важных. Тут, конечно же, у нас увлажнитель воздуха, без которого вообще никак. С появлением детей в доме уж совсем точно. Тут звук, мой компьютер, ну и прочие мои какие-то штуки. Так, ребенок мой уже забрался. Куда ты там забрался? Ты уже тут уборкой занимаешься? Давай, слезай. Пойдем Стеллу возволять. И покажем бабам, что у нас на улице. Давай, пойдем. Давай, давай, давай. Все, слез, пойдем на улицу. Так, сейчас оденем башмаки твои. Погоди. Так. Дай мне, there are your shoes, look. Та-та-та-та-та. Короче, вот это мой коридор. Здесь у меня гардероб. Давай, котенок. Одеваем обувь. Давай. И пойдем на улицу. Все, одет. Давай, двигай. Ну вот, подружки, здесь у меня еще такой большой гардероб. Да, мам тоже пойдет. Все, идем, идем, идем. А вот здесь вот входная дверь в квартиру моей мамы. То есть она совсем там отдельно от нас. Дум в целом, конечно же, требует больших ремонтов, вложений. Сейчас нам нужно... Подожди, я закрою дверь. Фасад чинить, крышу чинить и прочее. Давай, let's go get Stella, давай. И, в общем, тут много чего. Поэтому для меня вот эта вот вся сторона, это красиво. И вот все, что за этим забором. То есть это наш сад. Так, давай, пойдем покажем сначала сад. Давай, иди сюда. Давай, котенок. То есть у нас получается вот он наш сад. Сейчас покажу. Для тех, кто совсем не видел. Вот. В общем, трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Вот так вот он выглядит. Достаточно просторно и нормально. По размеру. Ну, то есть не два квадратных метра. Пошел за клубникой. Мы тут в последние дни оградили все грядки. Потому что Стелла и мелкие, они вот туда лезут и просто уничтожают всю красоту. Поэтому нам пришлось это все оградить. Тут у нас наш диван, который мы тоже перенесли вот в эту сторону. То есть в этот угол красивый с цветами. Так, чтобы было видно вот всю красоту и весь наш сад. Слышите, Стелла там орет. Сейчас мы пойдем за ней. Здесь через дорогу у нас двухметровый забор. Поставила его, потому что у нас тут был 90-килограммовый алабай. Алабай прыгают высоко. Особенно если они придуршные. То как бы забор нужен высокий. Короче, поставили высокий забор, поэтому нифига там не видно. За забором река. И сейчас там проходят масштабные ремонтные работы. И там делают променад. В этом году планировали закончить. Нифига не закончили. В следующем году у нас здесь вот вдоль нашего дома, туда вперед, вдоль реки, будет классный променад. Я надеюсь. И мы сможем там тоже гулять. Ну, в общем, в целом, ну, вот как-то вот так вот. Что расстраивает? Конечно же, каждый год я прям не могу. Это шум. Здесь очень много грузовиков едут в порт. И там разгружаются, загружаются. И это, конечно же, местных жителей просто вымораживают. Потому что, во-первых, они едут по маленькой дороге жилого района. Они... Стелла. Короче. Они трясутся, создают шум, дома вибрируют, появляются трещины в стенах. Ну, короче, тут с этим еще нужно сильно бороться. И поэтому, ну, как-то вот это единственное, что расстраивает. Я уже ржу, что в Санкт-Петербурге у нас сверлят без конца. А тут, блин, грузовики. Короче, пойдем за Стеллой. Эй, Стелла там уже с ума сходит. Котенок, пойдем Стеллу взвалять, а то она не угомонится. Пойдем. Это маленький. Так. Короче, здесь клубника. Вернее, земляника, которую уже ты всю сожрал. Пойдем. Нету там ничего. Пойдем Стеллу спасать. В общем, сейчас покажу заднюю часть дома, которая, ну, также для меня является вообще, ну, как бы, непривлекательной. Просто потому, что, ну, здесь не так все прекрасно. И тут еще очень много работы надо сделать. Ну, здесь вот мама понасадила тоже те, господи, каково растения вдоль забора. Здесь у нас сарай хозяйственный. Тут у нас все, начиная от инструментов, заканчивая дровами и всем-всем-всем, что нужно нам, ну, в общем, для отопления и так далее. Потому что топим камины. Так, здесь у нас мусорник, яма новая компоста. Короче, тут вот барахло это нужно выбросить. Здесь сарайчик, в котором собака может оставаться и зимой, и летом так, чтобы ее там не заливало, не обдувало снегом, не заметало и так далее. Чтобы, короче, животному было комфортно. И вольерчик. Сильно все самопальное, просто потому, что, ну, как бы, лет 10, наверное, получается, мы с мамой здесь вдвоем. То есть, типа, без мужика. Подожди, Стелла, сейчас я открою. И, в целом, все делаем своими руками. Как у баб получается, так и вот криво-косо мы и делаем. Но выходи, монстр! Чего ты тут разорался? Короче, тут у нас будет процесс привыкания этого маленького животного к тому, что вот нужно теперь по-взрослому жить, да? Ай-яй, не царапай меня, не царапай. Вот, и, короче, она вот тут концерты нам устраивает. Сегодня с самого утра начала просто орать. Здесь у нас, получается, сарай. Мы его называли хатой и прадой, потому что здесь в этом сарае есть все. Даже матрас. То есть, здесь есть матрас огромный. Тут у нее даже какая-то техника. Ну, в общем, здесь тоже дрова. И, короче, барахло какое-то. Сарай, в общем, знаете. Ну, как бы, не моя тема. И тут территория, где собака может бегать. Тут соседская собака, которая мелкого жутко пугает, потому что сильно она уж придурочная и лает постоянно. Здесь наша тачка стоит. Ну, и вот здесь задняя часть дома. В общем, вокруг дома можно обойти. И мы попадаем обратно в переднюю часть и в часть сада, где мы большую часть времени, в общем-то, и проводим. К маме вас не поведу, просто потому что это квартира, мама. Ну, и как бы нефиг. Чего нам туда таскаться? Правильно, котенок? Да? Ну, и вот. Ну, Стелла. Мелкий тут пескап она тащила в своей песочнице. А ты, маленькая, разоралась. Да? Еще хищника твоего надо выпускать. Ну, вот, подружки, такой у нас тур по нашим супер-владениям. Кто мне спрашивал, чей это дом? Всем дико интересно. Короче, этот дом купила я лет 10 назад для своей мамы. Ну, и в свои 20 хвостикам лет я понимала, что я не могу позволить себе платить ипотеку и арендовать квартиру отдельную в городе. Поэтому я, в общем, вторую квартиру быстро отремонтировала и переехала сюда. И вот так вот мы сколько лет с мамой вот здесь вот жили. Ну, и как бы приводили это все дело в порядок, потому что раньше тут, конечно, был прям капец. Тут грядки, что-то еще эти все. Так вот, теплицы и прочие прелести дачной загородной жизни. Поэтому мы тут все сделали так, как нам нравится. Сейчас, конечно, несмотря на то, что участок классный и вроде тут все хорошо, но с детьми, ну, мне места, конечно, мало. Особенно, если Арс еще приедет. Тут нужно думать, как изолировать камины, как делать все это безопасным для детей. То есть мы уже и так адаптировали кучу всего. Мы убрали очень много всего из инструментов, из каких-то опасных вещей. Тут переделали расположение всех там грядок, я не знаю чего только. Короче, для того, чтобы детям было здесь безопасно и комфортно. Но в любом случае места здесь мало, и поэтому в скором будущем нам, вот как бы нам лично с Арсом нужно будет думать, что делать, поскольку, ну, сюда так, ну, некомфортно нам приезжать, и места действительно четверым в моей квартире мало. Ну, а мама, естественно, останется здесь. Здесь она родилась, и я родилась, и в целом это семейный дом. Просто мне пришлось его выкупить у наших родственников. Тут история такая непонятная с этим домом, но как бы ладно, как есть уже. Вот, поэтому, ну, такая вот история. Посмотрим, что делать в будущем. Но пока, подружки, мы здесь. В общем, тур вам показала, вроде бы все рассказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я буду вам еще в следующих видеороликах отвечать, показывать и рассказывать. Ну, а на сегодня, в общем, наслаждаемся прекрасным летним днем. Я хочу позавтракать. Нужно что-то сварганить, накрыть нам на стол, переодеть малого, надеть на него какую-то кепку, намазать солнцезащитным кремом. А ты, маленькая засранка, которая разбудила нас фига знает во сколько сегодня, ты у меня получишь. Буду тебя тут воспитать. Воспитать тебя буду. Я уже сегодня маме грозилась. Отвезу, блин, обратно. Она же застолбала. Целый день за ними носиться. Я чувствую себя как мать четырех детей. То есть один вон там вот, второй вот этот. За ним тоже нужно приглядывать, чтобы он никакую дыру не пролез. Третий вот здесь, вот. И четвертая неадекватная старуха, наша Пелька. Это вторая собачка, кстати, кто-то спрашивал, что это за собака на фоне. Это наш хищник, многодетная мать. Да? Собаки и дети. Эти двое, блин, дерутся за свой сачок. Они носятся целыми днями с этим сачком. Они уже его порвали. Отгрызли тут уже половину. Ну и в общем, у них игра вот любимая. Обоим этот сачок вот просто вот нужен. И теперь, ну что? Ты сам к ней подошел. И сам ей сунул в морду этот сачок. Ну и чего теперь? Ну вот, играйте. Давайте сами разбирайтесь. Не надо в грядку его сувать. Давай, не надо его в грядку. Давай, иди. Я тут судья вечный, блин. Разбираться с ними и со всеми. Давай, иди, давай. Ну, короче, вы поняли. Уже не говоря о нашем прудике. Я уже в прошлом выпуске рассказывала, что первым делом, позапрошлом выпуске первым делом, ребенок, как только мы сюда приехали, завалился в этот пруд. Он просто туда как вот сиганул. Так все, блин, полетел орел. И я беременная с животом. За ним там внизу камни скользкие. Просто капец. Ну и в общем, еле его достала. Он там что-то болтыхался еще. Он руками, ногами пытается плыть. И к центру этого прудика поплыл. Ну, хоть-то маленький, но все равно, блин, доберись до него еще. Скользит-то все. Ну и, короче, первым делом мы поставили такое ограждение. Тяжеленные вот эти горшки с цветами, которые вырастут повыше. И тогда все это дело будет хорошенечко изолировано и от собаки, и от Рэма. И, в общем, короче, как я уже сказала, пытаемся тут все обезопасить. Ты съел уже всю землянику, человек. Нету там земляники больше. Скажи, пока сам не проверю, не поверю. Да не трогай тебя никто, что ты орешь. Ну, вот так вот. Чудо-юдо. Ладно, все. Пока. Рэми, скажи пока. Пока, девчонки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok